Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Charly и это пятая часть урока по Quixel Mixer, которую начнем с созданием Blend материала. Для смешивания я буду использовать три ассета. Два асфальта и снег. Давайте отфильтруем все Instance материалы. Для этого заходим в Filters, Materials & Textures и выбираем Material Instance. После этого у Вас появится вкладка фильтра, нажав на которую Вы покажете все Instance материалы в папке Megascans. Благодаря плагину от Megascans Вам не нужно тратить время на создание мастер-материала для смешивания этих трех шейдеров. Достаточно открыть плагин, выделить три шейдера и нажать Create Material Blend. Таким образом в папке Megascans появится настроенный материал Instance. Давайте назначим его. Затем перейдем в Paint выбрав иконку кисточки или нажав Shift-2. Но прежде чем рисовать по вертексам, давайте немного настроим этот материал. Включим Base Normal Intensity и увеличим значение до 3. Затем включаем Base Subdivision и Displacement Offset. Base Subdivision ставим равным 32 и Displacement Offset равным 1,5. Как Вы можете заметить в самом материале Base это поврежденная дорога. Green Channel снег. Red Channel обычная дорога. Также в материале есть настройки жидкости, которые относятся к Blue Channel. По настройкам пока все. Возвращаемся в Paint режим и нажимаем X, чтобы поменять черный и белый цвет местами. Таким образом, мы активируем все три канала, в которых находятся разные материалы. Red Channel Это материал поврежденной дороги и мы можем им рисовать. Выбрав Green Channel, Вы можете рисовать материалом со снегом. Как можете заметить, качество Vertex Paint не зависит от плотности тесселяции, которую Вы включили. И если хотите его улучшить, нужно добавлять дополнительные параметры или просто увеличить количество вертексов для импортированного плейна в 3ds Max или Maya. В любой момент, Вы можете снова выбрать Red Channel и рисовать поврежденным асфальтом. Если выбрать Blue Channel, Вы будете рисовать материалом жидкости. К Quixel его добавили для создания эффекта намокающей поверхности. В тот самый момент, когда идет дождь, прорвало канализацию или произошло какое-то стихийное бедствие. Как я и говорил, в материале есть отдельные настройки для этого шейдера. Если их все включить и например увеличить Normal Intensity до 1. То Вы увидите поток жидкости. Можно настроить ее Tiling, ее глубину и плотность, поменять цвет, настроить Roughness и скорость потока. Также, если Вы хотите вернуть стандартную неразрушенную дорогу, нажимаем X, включаем все каналы и рисуем по поверхности. Таким образом, восстанавливаем то состояние дороги, которое было до рисования. Конечно же, в любой момент, Вы можете открыть материал и поменять текстуры в разных каналах. Благодаря этому, у Вас будет разнообразие и более интересный результат. Итак, с Blend материалом разобрались. Теперь давайте вернемся в Quixel Mixer и настроим реальный масштаб дороги. Итак, я открыл проект, который делал для этого урока. Теперь нужно поменять размер Plane и настроить все слои. Обычно ширина одной полосы 3 метра, плюс если учесть размер тротуара, который мы добавили 50 см, то нам нужен Plane 7х7 метров. Для того, чтобы изменить размер, выбираем самый первый слой с Plane и значение Size ставим равным 7х7 метров. Вам придется немного подождать, пока перезагрузится все текстуры. Если у Вас много слоев, это займет немного времени на мощной видеокарте. Естественно, после того, как Вы изменили размер, нужно будет вносить правки в каждый слой. Но на самом деле, это не так сложно и займет немного времени. Для начала настроим обычную дорогу без разрушений и луж. Выключаем все слои, кроме первого асфальта. Теперь включим тротуар и как Вы помните, в первый раз я разместил его так, чтобы произошло разделение на 2 части. Так как масштаб самого асета был небольшим. Теперь же мы спокойно можем разместить его на одной стороне, что будет выглядеть более натурально. Так как Quixel Mixer пока в бета-версии и дубликата слоя нет. То придется несколько раз добавлять ручную тот же тротуар и размещать его должным образом. Или включать Tile X. Затем включаем слои с полосами разметки и вносим правки. Теперь давайте добавим еще несколько текстур асфальта, чтобы разнообразить его тайлинг. Выбираем любой ассет в Asphalt Fresh и помещаем в сцену. В скором времени Quixel обещают добавить маски для слоев и будет проще делать смешивание текстур. Но сейчас придется создать несколько Paint Layer и поработать с ними. Если цвет асфальта отличается, просто загружаем сохраненный пресет. В Paint слое увеличиваем радиус кисти с помощью простого движения мыши, удерживая B и среднюю кнопку. Затем рисуем маску для асфальта. Напоминаю, что перед тем, как ее рисовать, вам нужно будет нажать на Paint слой с зажатым Alt. Чтобы включить его влияние только на нижележащий. Те же действия проделаем с еще одной текстурой. Таким образом, получаем более интересный вариант. При желании можно внести еще больше разнообразия, но я остановлюсь на таком варианте. Теперь давайте экспортируем новый ассет и проверим в Unreal Engine. Также нам нужно будет поменять размер Mesh и внести некоторые правки в него. Для этого открываем 3ds Max, создаем Plane 7х7 метров. Разбиение делаем 6х6 в Length & Width Steps. И также включаем текстуру, добавляя ребра в области тротуара. Теперь можно экспортировать данный ассет с триангуляцией и проверить в Unreal Engine. Как видите, материал обновился и мы получили новую дорогу. Единственное, после импорта нужно заново сделать некоторые настройки. Увеличить Normal Intensity и включить Displacement с тесселяцией. Давайте проверим сетку. Да, все работает как нужно. Идем дальше. Итак, возвращаемся в Mixer и настроим поврежденный асфальт с лужами. Как вы помните, я сохранил все слои. Просто их нужно немного подредактировать. Первым делом, поправим тайлинг слоя повреждений. Потому что мне не нравится, как он выглядит с лужами. Включаю Paint слой, который рисовал для повреждений и меняю тайлинг слоя с ними. Уже выглядит намного лучше и как видите, в Pixel Mixer очень быстро вносятся нужные правки. Еще немного поработаю с Paint слоем. Зажатым control идет выдавливание. Таким образом, очень легко переключаться между двумя видами Displacement. Далее включаю те слои с патчами и повреждениями, которые были и тоже вношу изменения. В итоге получился такой поврежденный асфальт. Нажимаю export и проверяю в Unreal Engine. Отлично! Все выглядит так, как мы рисовали Quixel. Единственное, я бы увеличил немного люк и тротуар. Теперь вы знаете, как это сделать, поэтому я не буду тратить время на эти изменения. Напоследок, я создам blend материал и проверю его. Чтобы убедиться, что все работает хорошо. Как видите, все работает отлично. В следующей части поговорим о еще одном инструменте для создания дорог, который можно скачать бесплатно в Unreal Marketplace. И перейдем к созданию дороги в 3ds Max с помощью RailClone и Vertex Paint. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok